приветствую всех друзья мои на канале солома и сегодня хотела бы рассказать вам об одном рецепте которым пользуюсь сравнительно недавно но которым очень довольна я запекаю репчатый лук в духовке оказывается его лечебные качества возрастают если его запечь я сейчас буду показывать вам как его правильно запекать и попутно рассказывать что он лечит от чего он помогает значит мы заворачиваем лук в фольгу предварительно мы его моем но заворачиваем его вместе с шелухой потому что она тоже сохраняет очень много целебных свойств и если съедать хотя бы одну запеченную луковицу в день то у вас пройдут головные боли а также нормализуется кровяное давление несколько месяцев назад я так вылечила бронхит у меня был кашель и начинался уже бронхит вот я съедала запеченную луковицу значит после того как вы завернете лук в фольгу его нужно положить в духовку и запекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов у кого какая духовка еще запеченный лук отлично помогает избавиться от фурункулов вот таких непроходящих брусей чири просто нужно его перемолоть в кашицу и эту кашицу прикладывать фурункулам тогда они выйдут гораздо быстрее не будут там неделю висеть на вас запеченный лук отлично очищает сосуды от атеросклеротических бляшек и от тех которые уже есть и также для профилактики чтобы не появились новые это полезно абсолютно для нас для всех потому как мы не молодеем и с возрастом стенки сосудов конечно же теряют свою эластичность я съедаю такой запеченный лук два раза в день один раз натощак с утра но не каждый день конечно не каждый день такого хочется ну через день точно и один раз перед ужином тоже луковицу вкус у него достаточно приятно это не сырой лук это лук запеченный от него нету ни запаха неприятного ничего такого и вкус у него достаточно приятный печеный лук очень хорошо помогает людям у которых сахарный диабет потому что он снижает и нормализует уровень гликозы а еще активизирует работу поджелудочной железы и соответственно выработку инсулина в печеном луке очень много железа и она помогает поддерживать налаженную работу всех систем и органов нашего тела а еще у него очень хорошее антибактериальное действие поэтому его можно снова таки размалывать в кашицу и прикладывать к язвам или ранкам которые долго не проходят он очень хорошо ускоряет процесс заживления друзья мои очень рекомендую вам попробовать вам действительно понравится ну и конечно же подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчики лайки чтобы ничего не пропускать